привет с вас друзья на канале рису вместе я светлана прокушева сегодня я подготовила для вас легкое интересное летнее занятие мы с вами нарисуем летнюю декоративную открытку ее сможешь нарисовать ребенок от 5 лет но при этом можно попробовать и родители вместе с ребенком порисовать ну и конечно же любой возраст кому интересно такое творчество ну что давайте приступим к уроку и так дорогие ребята родители кто рисует вместе с ребенком посмотрите сегодня вот такую открыточку мы с вами нарисуем для этого какие материалы вам понадобятся вы можете приготовить вот такой плотный тонированный картон вот у меня он двухсторонний то есть получается такая вот специально художественная бумага плотная легкий тон у меня только светло-бежевый даже с сероватым таким оттеночком можно выбрать ну тоже лучше светлые тона для такой открытки потому что мы здесь будем пользоваться акварельными красками акварельные краски подойдут любые но вот у меня такие ленинград палитра для того чтобы в принципе палитры даже не нужно будет потому что мы будем работать в технике алла прима сейчас я расскажу что это такое также нам понадобится линер сейчас я вам покажу ну такой вот маркер можно до использовать для толстых линий и понадобится нам линер любой но у меня здесь 02 толщина линера будет для того чтобы сделать интересные красивые картинки также нам понадобится большая толстая кисточка для того чтобы разводить краску ну и понятное дело вода и так я предварительно закрепила лист лист на столе с помощью малярного скотча художественный скотч в принципе может подойти любой скотч который у вас есть сейчас под рукой отступите примерно примерно от края 5 миллиметров у вас получится интересная рамочка здесь я делала без рамочки эту открытку вторая открытка будет с рамочкой ну что же будем приступать к работе для начала нам нужно конечно краски чтобы они были активными намочить я выбираю такие цвета голубой то есть вы можете выбрать абсолютно любые цвета которые вам понравятся но в данном случае лучше использовать более светлые оттенки для того чтобы у нас контурный рисунок был он будет темный если же вы например будете использовать темные цвета для фона тогда я рекомендую пользоваться белым акриловым маркером и белой гелевой ручки для того чтобы получить вот этот рисунок тоже будет очень красивый эффект классный так вот намочу розовую фиолетовую красочку такую нежно-оранжевую и конечно хочу добавить зеленый цвет то есть я примерно такие же цвета буду использовать в данной работе ну и добавлю еще немножко темного бордового цвета для контрастных каких-то пятен и так что мы делаем дальше вот намочили вы краски это очень легкое задание справиться ребенок так вот и делаем пятнышки акварельные пятнышки вот прямо беру краску вот кисточку окунаю в краску и оставляю пятна вот сейчас мы будем изучать что такое техника алла прямо то есть мы берем 2 2 цвета в акварели и вот так вот даже красочку кисточку и не споласкиваете добавляю вот эти цвета в краску и она начинает смешиваться то есть два цвета смешиваются с друг с другом так как нужно дальше я добавлю немножко зелененького цвета если получаются брызги я прям специально так и оставляют этом будет красивее только работа смотреться можно даже оставлять фрагментами где-то фон то есть не обязательно все заполнять так тоже будет красиво так не хватает у меня лилого цвета но тут главное тоже не переборщить с большим количеством оттенков чтобы не получился серый цвет иначе будет все вот как вот здесь уже образуется видите сероватый грязный оттенок но краска сливается пусть так и будет то есть не так нужно еще я хочу чтобы меня немножко фон вот этот открытки был просвечивал поэтому а вот еще хочу добавить светло-оранжевый сюда местами еще добавлю пусть краска растекается сама вливается друг друга вот этот и есть прием алла прима когда краска сама перетекает и получается красиво вот тут эффект такой лужицы да можно даже вот так вот подуть использовать трубочку для этого сейчас покажу как это будет выглядеть для этого можно взять обычную пластиковую трубочку для сока да и вот так вот брать и выдувать краску в разном направлении видите получать такие ручки поверьте детям это очень понравится упражнение вот и получается интересно такие разводы позвольте краски самой растекаться туда куда ей хочется да куда она пойдет ну вот так вот пусть будет достаточно то есть здесь мы попробовали с вами упражнение алла премя когда смешиваются крас краски между собой и получаются вот такие вот эффекты также метод выдувания когда мы можем вот лужица которую нас образовалась с помощью трубочки обычные выдуть линии красивые и получится вот такой эффект и еще 3 прием который мы здесь можем использовать с вами мы сделаем наброс то есть получится интересные капельки смотрите то есть я обмакнула кисточку сейчас вам покажу вот здесь вот в темную такую красочку вот она у меня на кисточке и теперь вот так вот как бы подстреливаю кисточку вместе получать такие темные пятнышки которые попадают на краску вот они также начинают пушиться это можно не обязательно сделать темной краской можно любой какой вам на какая вам нравится но тоже старайтесь не переборщить тут главное тоже чувство меры чтобы у вас было потому что можно переборщить и получится слишком много каких-то пятен ненужных вот ну вот такой вот пусть эффект будет у меня здесь пустовато есть это попробует добавить еще внутри разлетается в разные направления здесь хочу усилить вот так все достаточно следующий шаг это нужно подождать чтобы краска высохла вот и все еще раз напоминаю что мы здесь вот в этом упражнении вернее в этом этапе сделали три упражнения первое прием алла примы когда краски смешиваются друг с другом две дина разной красочки второй прием выдувание и третий прием это наброск вот то есть то что сделано в акварели это у нас получился такой красивый фон для будущей нашей открытки ждем высыхания для того что быстрее высохла можно воспользоваться феном сейчас будет шумно ну вот с помощью фена конечно получилось высушить фон быстрее если фена нет то нужно просто дождаться это займет от силы 15 минут до полного высыхания все зависит от того какая фактура бумаги и какие лужицы у вас тут образовались и так теперь следующий этап нам понадобится то есть краски вы можете убрать нам понадобится два маркера вот это тонкий линер и более толстый линер для того чтобы создать интересный рисунок я копировать этот рисунок который у меня на первой открытке не буду буду придумывать что-то новое потому что мне интереснее создать что-то новое нежели сделать копию но элементы которые я буду сейчас пользоваться здесь будут одинаковы например что имею ввиду то есть для того чтобы создать красивую интересную композицию мы будем пользоваться такими средствами выразительности эта линия линия может быть кривая волнистая дугообразная ломаная и так далее линия должна быть тонкой разной толщины тонкая толстая утолщенная также буду использовать точки для того чтобы создать интересный эффект и буду использовать еще различные декоративные узоры но вот как раз данной открытки интересные у нас средства композиции это вот фонд помощью пятна и теперь на ваших глазах будет создаваться новый рисунок так как это лето я люблю растения и соответственно я буду придумывать те растения которые я видела в лесу например да я люблю наблюдать за природой смотреть и что же самое советую делать всем своим ученикам чтобы наблюдали за состоянием природы за растениями какие не существуют это очень интересно это помогает развивать фантазию и воображение вот и благодаря такому наблюдению я могу легко придумать любой рисунок который мне захочется исполнить так вот такая например травинка но я еще буду над ней работать пока оставлю в таком виде так еще буду добавлять другую травиночку с листочками в природе много различных полевых трав все они интересны каждая травинка уникальна можно посмотреть рисунок бывает что кажется что травинка невзрачная на первый взгляд а когда начинаешь ее рассматривать удивляешься тому какие там красивые листочки они маленькие ажурные и много там чего интересного какие красивые маленькие например там цветы тоже обращайте на это внимание какие расцветки трав полевых огромное количество и для такой летней открыточки можно использовать природную красоту любом виде вот в таком даже декоративным это настоящее творчество где можно включить полет фантазии и на придумывать всевозможные интересные картины вот такие цветы у меня рождаются в процессе да и обратите внимание что линии которые я веду они у меня непрерывные то есть я как бы если рисую то стараюсь сделать законченные линии не прерываю иначе будет казаться если буду прерывать то будет казаться что мой рисунок небрежный поэтому чтобы был завершенный рисунок используйте вот эту неотрывность линии так но это ли первый линейный рисунок теперь будем декорировать добавлять более толстые линии в данном кустики я добавлю вот такие шарики цветочки они расположены симметрично и получать такие кисти так я еще когда работаю с детьми комендую если вот например вы хотите занять своего ребенка чем-то да то я уж сейчас обращаюсь к родителям кто рисует и смотрит этот урок вы можете включить какую-то легкую такую нейтральную музыку которая не будет агрессивной которая будет такая воодушевлять вдохновлять расслабляющая музыка вот вы ее включаете во время того когда ребенок чем-то занято каким-нибудь творческим процессом это не обязательно может быть рисование это может быть и лепка из пластилина или вырезание из бумаги и когда у ребенка подключаются вот эти процессы как раз таки и творчество воображение в любой вот сфере если идет вот такая легкая позитивная музыка то ребенок получает огромнейшее удовольствие да вы в принципе и сами на себе можете вот это проверить и посмотреть как вы себя будете при этом чувствовать вот вот такой вот получился у меня растение необычно сейчас я им буду добавлять узелочки точечки такие это у меня будут сформированы плотненькие листочки вот так вот на одном на втором маленькие разный разного размера то есть мы рисуем так чтобы у нас была небольшая как бы ассимметрия да то есть бывают такие композиции когда мы рисуем симметричные картинки а бывают ассимметричные то есть чтобы было какое-то движение динамиков в работе и будет тогда очень интересно рассматривать данную картинку а если мы будем еще использовать например разную толщину линий рисунки то при этом картина она начнет более привлекательной становиться то есть зрительно будет получаться такой вот красивый эффект что вот линия у нас например она с утолщением идет тут можно выделить вот эту линию и сделать здесь вот такие завитушки бутончики скажем так не раскрывшиеся вот вот цветочек пообразовался какие-то листочки можно прям целиком закрыть закрасить плотным пятном какие-то хочется оставить например более ажурные тонкие то есть такой работе можно фантазировать придумывать много чего интересного вообще использую вот такую технику смешанную до декоративном направлении можно вообще рисовать все что угодно то есть не обязательно только растение то есть можно нарисовать например и животное и насекомое например бабочку птичку и тоже будет очень классно смотреться и круто то есть это будет такая прикольная открытка это может как открытку сделать или например как картину небольшую до маленького размера который можно оформить в рамочкой она тоже будет очень эффектно выглядеть то есть не обязательно картины должны быть такими массивными например выполненными масляными красками картины могут быть выполнены в любой технике можно просто грамотно оформить и она будет очень круто смотреться тогда так вот тут еще пропустила сейчас добавим так посмотрим теперь еще хочется добавить вот здесь на листочках такие завитушечки усиливаем так тут тоже ли не усиливаем стебелечек делаю чуть-чуть потолще его и вообще когда тоже вот в таком творческом процессе находитесь я хочу порекомендовать вам пас и посоветовать чтобы вы сами себя не критиковали то есть получаете наслаждение от процесса у вас получается в любом случае по-своему и тоже очень интересно вы конечно можете покопировать за мной но если вы например делаете по-своему этот этот рисунок то это очень здорово значит у вас работает воображение и 1 развита фантазия так я тут еще добавлю элементы это лепесточки для такого цветочка и вот мне хочется еще сбоку добавить здесь высокую такую травиночку такую вот которая вот сюда гнется чтобы вот композиции как бы была такая немножко завершенная добавлю утолщение небольшое но веточка тоже будет легкая с плавными такими вот линиями так и будем добавлять еще сюда вот маленькие такие сейчас вот покажу уже более толстым маркером как бы листочки в такие плотненькие это у нас с вами декоративные цветочки поэтому вы тут можете нафантазировать такие растения которые даже в природе может быть и нет и пусть они у вас такие получатся своеобразные интересные потому что это творческий процесс полет фантазии а можно еще прикольно как-то подписать потом эту открыточку или надпись сделать то есть не обязательно это может быть открыточка то может быть маленькая маленькая картинка которому сможете подарить близкому дорогому вам человеку или тому кому хотите рассказать о своем внимание так ну вот такая у меня получается открытка я сейчас здесь еще напишу поставлю свою подпись и напишу сокрытое слово любовь на английском языке так вот все и теперь самый любимый момент когда снимаем скотч дети это очень любят получается интересная такая рамочка вот мы сейчас увидим вот такая открытка у нас с вами получилось видите здесь можно что-то написать и подарить такие две чудесные открытки надеюсь что вам было интересно всем спасибо спасибо друзья что досмотрели это видео до конца надеюсь вам урок мой понравился и красивые открыточки вы будете дарить своим друзьям знакомым и близким ну что до скорых встреч пока